Эта дорога по поселку, это тот еще экстрим. Я не знаю, кто здесь живет, но я бы здесь не хотела бы жить. Сезон курортный подходит к концу, и туристов не так много. А вот уже и появляется ощущение, будто бы эти скалы прямо нависают над тобой. Вот это сейчас контраст. Встали-то мы сегодня рано, но пока собрались, пока то, пока сел. Сейчас еще поедем за мамой в Приморский, и потом уже прямо дорога у нас будет на Крым. С утра уже хорошая погода, солнечно, тепло, кстати говоря. А по вечерам холодно, поэтому мы взяли с собой и теплые вещи, потому что если идти куда-то в горы, то там, конечно, будет гораздо прохладнее. Поэтому у нас с собой теплая одежда есть. Не замерзнем, очень на это надеюсь. Темрюкский район, пока-пока. Азовское море тоже пока. Едем на Черное. На шикарный вид, подмаячное. Малыш уже встречает. Че, малыша? Ай, малыша, малыша. Ой, малыша, привет. Малыша, малыша. Ладно, малыш. Мама, привет. Привет. Ну что, готова? Да, готова, все. Так, привет. Привет. Готова ехать? Конечно, готова. Да, готова, конечно. Я всегда с удовольствием. Все, собираемся. Тем более в новые места, где мы еще не были. Едем. Погода хорошая, отлично. Так что вот, все, едем. Дорога у нас долгая. Тем временем мы уже в Симферополе. По объездной дороге едем на Алушту. Но сначала мы решили повернуть в одно очень интересное место недалеко от Алушты. Увидите. Это такое место, такая достопримечательность, на которую возят туристов. Это очень красивое место. Сколько раз мы проезжали по Симферополю, у меня всегда складывалось впечатление, что это очень большой такой шумный город. Но на самом деле, вот все дороги, по которым обычно едут отдыхающие, которые направляются в другие города, там на южный берег Крыма, по дороге очень много магазинов. Строительные, там по продаже машин, просто огромных торговых центров. Когда ты приезжаешь в другие города Крыма, которые курортные, около моря, там даже тот же Севастополь, да, который мы посетили, там такого нет. Там именно вот такая атмосфера отдыха. Курорт, вот действительно какой-то там приморский курорт, да, около моря. А здесь нету такого ощущения. Здесь просто вот обычный город, город для жизни. Именно, наверное, поэтому здесь очень много живет людей, многие переезжают сюда, потому что здесь есть работа. В отличие от курортных городов, где работа сезонная. Ого, пересохшая, да? И видно, что вода была, река какая-то, либо, может быть, с водохранилища. Все пересохло. Да, канал, скорее всего, крымский какой-нибудь. Интересный такой домик проезжаем. Годов, наверное, 30-х. Судя по такой форме. Конечно, в Крыму очень много необычной архитектуры. Ого, какая мечеть огромная. Новая, видимо, строится, либо реконструирует. Мне кажется, новая, очень похоже на новую. Очень красивая. Это вот в Симферополе. Как раз пока мы остановились на заправке, ТЭЗ-заправка такая фиолетово-зеленая со слоником, всегда она болевшим. В Крыму проблемы с заправками. Нет, они есть. Но качество бензина, оно какое-то, ну, очень плохое. Сколько раз мы заправлялись, они для нас, это ноу-нейм заправки. И качество топлива очень нехорошее. Когда папа заправлялся на Атане, машина еле ехала, в гору вообще не шла. ТЭЗ самая более-менее, но нормальная по Крыму. Поэтому на заметку вам, если вы едете в Крым, то лучше заправляться либо в Краснодарском крае, если вы едете ненадолго. Может быть, вам хватит как бы на дорогу. Но если все-таки вам нужно и здесь заправляться, то, наверное, все-таки порекомендуем лучше заправку ТЭЗ. Она какая-то здесь более нормальная. Как-то она и выглядит более цивильно в сравнении с другими. Ну и, конечно, из собственного опыта по качеству бензина. Эта заправка находится как раз на объездной Симферополя. Дизельное топливо, 92-й, 95-й. Два вида 95-го топлива. Также здесь у них, как всегда, магазинчики есть и туалеты. Так что по дороге тоже можно останавливаться и, допустим, по нужде сходить в туалет. Сейчас, когда мы заправимся, будем выезжать. Я еще покажу вам, какие цены здесь, в Крыму, на бензин. Это очень интересно для всех, кто едет сюда путешествовать. Мы еще здесь пока стоим, заметили, что продаются, смотрите, дрова. Такой маленький-маленький мешочек за 150 рублей. Ого! Это действительно удивление. И здесь же я также обратила, вот на заправке продают еще и уголь. 3 килограмма 205 рублей. Это для тех, кто едет путешествовать. И на шашлыки. А вот они и цены. 95-я, 54-й, 53-й, 92-й, 50-й, 90-й, дизельное топливо 52-й, 90-й ТЭС. Вот такая вот заправка. По дороге уже открылись очень красивые виды на горы, очень высокие, и хвойные деревца. Дорога Симферополь и Алушта, или развилка на Ялту, она очень красивая. Вот такая вот. Дорога здесь, конечно, очень такая извилистая, и спуски, подъемы. Но сейчас, понятное дело, мы едем к побережью, поэтому очень большие спуски. Через 500 метров, верните налево. Кстати, вот она же, гора-то Димирджита слева. Это она и есть. Начинаются крымские дороги. Это еще, да. Вспоминая прошлый год, да, мама, когда с вами-то ездили? Дороги красивые, я прям еду и так любуюсь. Деревья такие нависающие над дорогой. Вот Крым, вот это Крым, конечно. Настоящий Крым. Это, видимо, здесь какая-то музей какой-то. Ой, что-то, да, такое непонятное здесь. Много разных машин. Это музей какой-то, наверное. Автотранспорт. Тут и горы. Да, горы огроменные просто. Нависающие. Скалы такие. Такое маленькое село. Узкие улицы. Домики какие-то все пыльные. Верните налево. Вот, кстати, как раз и указатель. И джиппинг, который возит людей. Гора Димирджи, долина привидений, крепость Фуна. Покатаемся мы сегодня с вами. Что ж ты не напариваешься? Как дождь пойдет, то все это с гор будет просто катиться большими потоками и размывать все на своем пути. Эта дорога по поселку, это тот еще экстрим. Я не представляю, как здесь каждый день едят люди. Я бы здесь не хотела бы жить. Представляете, каждый день по вот таким вот дорогам, горам. Мы доехали до какой-то бесплатной парковки, недалеко здесь ранчо. И, как я поняла, здесь водят конные прогулки куда-то наверх. Вот она, Димирджи, которые огроменные просто. Хотелось бы, конечно, перекусить, потому что силы нам нужны для того, чтобы погулять. Нужно найти какую-то кафешку, ну и, конечно, тропу. И здесь вообще очень холодно, прям очень холодно. Так что надо обязательно переодеться будет, чтобы мы не замерзли. Это все-таки горы. Теперь точно будет тепло. Поехали. Вот она ферма ранчо. Кони. Ну, конечно, это очень интересно, подняться вверх, в горы, именно на лошадках. Так что вот эта ферма будет вам ориентиром, что вот здесь вот находится бесплатная стоянка. Можно поставить машину. И также здесь рядом кафе. Сейчас посмотрим, что это такое за заведение. Если понравится, покушаем. Здесь такая интересная, ухоженная территория. Фонтанчики. Сикистеллы деревянные. И кафешка есть. О, руки можно помыть? Все. Закрыли? Закончила? Нет, я выключила. Зашли мы в кафе. Девушка-официантка сказала, что у них заведение уже будет скоро закрываться. В том смысле, что сезон курортный подходит к концу и туристов не так много. Но мы вроде как успели. Будем кушать какие-то пельмешки. Какое-то название татарское, по-моему, сказали. Посмотрим, что за блюдо. Чаёк попьём. Чаёк? И плов. А, и плов, кстати, да, плов. Я любитель Пова. Заценим. Ещё я заметила, что здесь есть интересные такие места, где можно посидеть. Именно развиваешься. И как вот татары любят сидеть. Или узбеки. В общем, в Средней Азии. Обувь снимаешь. Я, кстати, никогда в таких местах не кушала. Мне даже интересно. И вот так вот. В таком, в позе лотоса можно сидеть кушать. Ну чё, мягко. Просто к этому нужно привыкнуть, мне кажется. Мне кажется, даже это удобно. Вот такая подача плова. Интересная. Попробуем. Ну честно говоря, ничего необычного, да? Я даже сказала, что это как дома мы делаем, да? Так же, да? Да, быстро. Спасибо большое. А вот чай из чего? С каких трав? Лимонник, чайная роза, цветение липы, мята и чебрец. Как называются пельмешки? Юфахаш. Юфахаш. Ну да, вот такие пельмешки. Юфахаш. Надо всегда что-то такое пробовать. Необычное, мне кажется, в путешествиях. Это же запоминается. На Димирджи, конечно, тучи нависли очень тёмные, даже пугающие. Хотя сегодня обещали дождь, поэтому мы отважные. И все эти горы, они тоже в тумане, в облаках. Облака очень низко. Ну хотя, наверное, нам это кажется, что низко. Сами горы-то высокие. И, наверное, поэтому облака, они хударяются. Оказывается, дорога есть, и люди проезжают на машинах. Не на УАЗах, не на джиппинге, а вот на обычных машинах. Правда, я не знаю, докуда максимум они доезжают. Самое интересное было бы, конечно, попасть наверх, но у меня такие ощущения, что прям на саму вершину не попасть. То есть, скорее всего, нужно как-то обходить, объезжать с другой стороны. Я видела на карте, что есть некое седло, где, скорее всего, на джипахи поднимаются наверх. А так вот я смотрю, что люди где-то здесь в ход, и они вот так потихонечку-потихонечку идут вот к этим скалам, то есть вот к самим вот этим вот таким, ну, вы поняли, конусовидным камням. Но наверх, я думаю, не добраться. Вот это сейчас контраст. Солнце светит ярко, но сами горы в тени. Очень красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Начинаем наше восхождение, прогулочка. Здесь наверху есть такая вот беседочка, не знаю, в принципе, для чего она, но если вдруг будет дождь, я думаю, здесь можно даже спрятаться. Возможно, здесь раньше был какой-нибудь столик, но в принципе лавочка и такой старый-старый столик, но это не похоже на какое-то оборудованное место для перекуса, просто посидеть, полюбоваться видом. Сегодня мы рано встали, такие физические нагрузки, поэтому сегодня у нас будет сон хороший. На свежем воздухе гуляем, по горам ходим. Красота, просто красота. Я, как любитель гор, просто ликую. Невероятные места. Крым манит, Крым удивляет, в Крым хочется возвращаться. А вот уже и появляется ощущение, будто бы эти скалы прямо нависают над тобой. Выглядит, знаете, как будто конструкция такая не очень надежная. Но на самом деле, я думаю, это такие волны. Это ж надо такую природу создала. Меня очень часто в комментариях вы, мои дорогие зрители, ругаете за то, что в минуты, когда я восхищаюсь каким-то местом, например, да, каким-то событием, говорю, офигеть, вы говорите, это некрасиво, нужно говорить по-другому. Так вот, это великолепно, это восхитительное место, это невероятный красоты вид открывается. Я всем настоятельно рекомендую посетить это прекрасное место. Надеюсь, так. Просто на самом-то деле, в минуты, когда ты чему-то удивляешься, у тебя весь твой красивый запас русского языка, лексикон весь, всё это пропадает. Потому что ты хочешь просто вот посмотреть на всю эту, вот эту, на эту глыбину и сказать, офигеть, вот это размер. Поэтому такие вот живые эмоции, первые эмоции, это всегда экспрессия, это всегда неожиданно. Конечно, если продумывать какой-то сценарий, да, заранее там думать, ага, там я пройду пять метров, я вот скажу такое-то слово, чтобы мои зрители восхитились моими знаниями. Но нет, это не так работает. Ютуб, создание видео, это творчество, это полёт фантазии. Поэтому ты просто делишься вот настоящими эмоциями. Я желаю вам пережить, испытать все те эмоции, которые вот, например, сегодня мы испытываем, восходя на гору. Порода очень такая интересная. Разные-разные-разные камушки. Прямо очень разные. Вот такие вот эти столбы. Вот это, конечно, мощный подъём. А? Могу спускаться потом. Ну так же аккуратно. Аккуратно это нестанно снаряжение. Ну да, потому что мы не в кроссовках. Ну слушай, смотри, если там нет прохода, давай не будем подниматься. В общем, здесь очень высокий такой подъём. Ну вот в кроссовках легко поднимается. Ну понятно. Не пройдём? Суть, в общем-то, в том, что залезть более-менее легко, а спуститься сложно. Поэтому мы поняли, что мы не в той обуви, чтобы подниматься, чтобы рисковать. Это горы, это не шутки. Поэтому сейчас очень медленно, тихонечко мы спускаемся. Поэтому будьте аккуратны в горах. Субтитры подогнал «Симон» Спускаться всегда гораздо сложнее, чем подниматься. Поэтому для нас сейчас будет ещё то веселье, чтобы спуститься вниз. А тут ещё дождик немножко накрапывает. Надеюсь, что мы успеем. И что, может быть, вообще дождя не будет. Здесь на входе, но для нас уже на выходе из Долины Привидений находится камень, на котором танцевала и героиня фильма «Кавказская пленница». Бедные, посмотри, кусают тоже. Клюки их много кусают. Как они терпят. Ой, те, младушки. Ой, хорошие. Ой, диная, сладкая. Интересно, сколько такое сегодня. Странная погода. То солнце, то пасмурно, то дождь моросит. В любом случае, несмотря на то, что когда мы поднимались, было пасмурно, всё равно нам понравилось. Неважно, солнечное или пасмурно. Конечно, в солнечный день гораздо красивее фотографии получаются. Но эмоции, их никуда не денешь. Дождь не пошёл, мы не смокли. Поэтому всё окей. Нам всё понравилось. Особенно эти карабканье по горам. Та ещё штука. Ещё мы поняли, что можно было подъехать на машине прямо к самому входу. Но так как мы не знали, то у нас получилась просто более длинная прогулка. Что, я тоже считаю, неплохо было. Тем более, мы хотели кушать. Была кафешка рядом. Это было здорово. А если бы мы сюда приехали, то здесь бы мы уже не покушали. Поэтому сейчас возвращаемся к машине. И едем в Алушту. Здесь она рядом. Её мы как раз таки и видели, когда подъехали к этому посёлку, к селу, где находится эта достопримечательность природная. В общем, идём к машине. Выезжаем в Алушту. И здесь мы второй раз. На въезде нас встречают вот такие вот большие дома, построенные многоэтажные. И их, кстати, мы видели с самой Димирджи. Но в основном, как я заметила, что это невысокие дома. Алушта состоит из таких вот небольших отелей, гостиниц, пятиэтажек, понятное дело. Вот это да, вид. Причём вид открывается на многоэтажке. И Алушта на горах тоже расположена. Вверх, вниз нужно ходить, если будете гулять. Виноградники прямо в городе. Такого я не ожидала увидеть. Шанхай какой-то. Ого! Дома понастроены друг на дружке. В общем, Алушта очень расстраивается. Очень много отелей, гостиниц именно новых, вот только что возведённых, либо строящихся. И люди сюда едут, потому что дома новые тоже строятся, строятся. Несмотря на то, что цены немаленькие здесь, это понятное дело на море, в курортном городе, в Крыму тем более. Но люди едут, а мы направляемся в профессорский уголок. То место, где мы в прошлый раз не были, не доехали просто. Ну, собственно, мы уже находимся в профессорском уголке. Место, которое очень не хвалят туристы. Говорят, что здесь одни из лучших пляжей. Пока мы это не увидели, я думаю, нам в этом ещё предстоит убедиться. Ну, и начинаются очень узкие улицы. Прям очень узкие. Кактуса сколько! Вот это да! Вот это здесь улицы. Санатории какие-то всякие. Это что за дороги? Ну, я не уверена, нет. Итак, сейчас самое интересное. Мы не знаем, где нам снять жильё. Поэтому мы сейчас будем гулять и искать, собственно, где мы сможем переночевать. Нам нужно буквально одну ночь поспать, а потом мы планируем ехать в Ялту. Ну, вот пока походим, посмотрим. Мы на набережной находимся. Так как мы приехали сюда на машине, хочу сказать, что здесь просто не провернуться. Я считаю, что в таких курортных городах, где узкие улицы, нужно вообще запрещать людям проезжать сюда на машине, чтобы здесь работал исключительно общественный транспорт. Потому что, ну как разворачиваться на таких узких улицах? Абсолютно нету парковок. И это создаёт особый беспредел на дорогах. Огромные волны сегодня штормит. Насчёт цен в Крыму на съём недвижимости. Я просто обалдела от цен в Крыму. Такое ощущение, что в Крыму люди пытаются нажиться просто. Вот как будто хапуги. Знаете, цены уже стали сочинские. Хотя это какая-то Алушта, это совсем небольшой город. Когда мы ходили вечером, мы увидели стоянку. Но знаете, сколько стоит стоянка в Алуште? Есть у нас вариант, 900 рублей. Ищем. Какая помойка? Что переночевать? Мы ещё только были. Какая помойка? Нормально, просто люди живут не здесь, не на улице. Продолжение следует...